Конец года. С одной стороны, очень праздничная пора, когда мы наряжаем ёлки и вспоминаем о любимых традициях, а с другой — это время сдачи экзаменов и рабочие дедлайны и праздничная суета. Как справиться с таким стрессом? Что ж, у нас есть решение. IMBA Ultimate — это комплекс натуральных природных компонентов, оказывающих ноотропное воздействие на мозг человека. Благодаря его применению происходит усиление когнитивной деятельности, укрепление нейронных связей и улучшение кровообращения в мозге. IMBA Ultimate помогает снизить психоэмоциональное напряжение, улучшить настроение и концентрацию, что впоследствии поможет вам лучше усваивать информацию в период обучения и повысить эффективность при решении поставленных задач на работе. IMBA Ultimate имеет накопительный эффект, ощутить который можно уже в период от 7 до 12 дней после начала приема. Прямо сейчас на официальном сайте IMBA проходит большая новогодняя распродажа, где вы можете урвать продукт по очень низкой цене. А еще специально для вас по нашему фирменному промокоду действует скидка 10% на IMBA Ultimate. Переходите по ссылке в описании и закажите мощный бустер для вашего процессора. В момент, когда 22 апреля 1915 года в битве за город Ипр немцы применили химическое оружие, мир изменился. Впервые в истории появилась возможность истреблять людей в промышленных масштабах. И каким бы воинственным ни было человечество, оно осознало, что всему есть предел. Черта, за которой не так далеко до апокалипсиса. Вот и начали даже непримиримые враги потихоньку заключать всяческие конвенции, договоры и соглашения о запретах различных вооружений. А на заднем плане, само собой, разрабатывать оружие, способное обходить эти запреты. Кульминацией этого процесса стало создание легендарной «Матери всех» бомб. О которой, а заодно и о других безумных видах вооружений, мы поговорим в ближайшие пару минут. В центре событий, разумеется, будут стоять США и СССР. Сверхдержавы, которые, несмотря на холодную войну, понимали, что победителя в открытом столкновении не будет. Правда, это немного романтизированная версия реального положения дел. По факту, что СССР, что США на протяжении всей холодной войны пытались сделать так, чтобы полноценная война стала однокалиточной и победной. А еще лучше, чтобы на бумаге при всем этом сверхдержавы сохраняли имидж и вели себя согласно правилам хорошего тона. Вот и заключались между сверхдержавами договоры различной степени миролюбивости. В 1972-м был обновлен запрет на биологическое оружие, чуть позже на химическое. Ну а в 1968-м добрались и до ядерного, сначала подписав договор о нераспространении, а потом в 1972-м заключив менее известное, но более важное соглашение. США и СССР пообещали друг другу не развертывать больше одной системы противоракетной обороны на территории своих стран. Звучит контринтуитивно, но системы ПРО, будучи сугубо защитными, на деле повышали риск ядерной войны. Ведь одна из стран могла почувствовать силу своего защитного купола и безнаказанно атаковать другую. Ну или не безнаказанно. Суть как раз в том, что этот момент ни СССР, ни США проверять не хотели, а соблазн через десяток-другой лет определенно появился бы. В общем, договорились на том, что каждая страна может закрыть небо только над одним объектом. И СССР, и США поступили одинаково, закрыв с помощью ПРО небо над районами сосредоточения пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет с ядерным оружием. Советы схитрили, разместив их около Москвы и прикрыв еще и столицу. А в США закрыли базу Ванденберг на западе страны. Можно сколько угодно спорить о том, помог ли ядерный паритет сохранить мир или же нет. США и СССР продолжали вести прокси-конфликты в Корее, Вьетнаме и Афганистане, и люди гибли миллионами. Но все же невозможно отрицать факт того, что в случае открытого конфликта с использованием ядерного, химического или биологического оружия, все было бы гораздо хуже. Оставим софистику на потом, а пока сосредоточимся на главном. На том, что и США, и СССР воевать на территориях других стран продолжали. Но делали это с завязанными за спиной руками. Разумеется, обе страны не питали иллюзий по поводу конвенций и договоров. И обе пытались создать оружие, равное по силе атомной бомбе, но не попадающее под запреты. Так как 60-е стали временем конвенций, гонка за чудо-оружием логично началась в это время. А так как США ввели больше наступательных войн, инициатива по созданию разрушительной, но юридически чистой бомбы тоже началась там. Как и в случае с ядерным оружием и ракетами, все снова уперлось в немецких инженеров Второй мировой. Они в 30-х годах придумали то, что США и СССР начали искать спустя 30 лет. Речь о шестиствольной ракетной установке Nebelwerfer 41 калибром в 150 мм. Ее Германия использовала на Восточном фронте в различных модификациях. Была дымовая версия, была версия, заряженная химическим оружием, но инженеров США интересовала третья. В ней пять из шести ракет Nebelwerfer 41 заправлялись пропаном. Ими выстреливали во вражеские позиции, чтобы распылить газ. А затем шестой ракетой подрывали это облако высоко горючего пропана. Облако воспламенялось, а перепад давления создавал ударную волну огромной силы. Не мудрено, ведь вместо сплющенной в ракете взрывчатки одновременно подрывалась целая область, насыщенная газом. Так немцы открыли широкой публике новую категорию вооружений. Боеприпасы объемного взрыва, также известные как термобарические снаряды. А еще вакуумные бомбы. Но стоит помнить, что это определение ошибочное и придумано журналистами исключительно ради красивой формулировки и ужасов о том, что подобный боеприпас якобы создает вакуум чище, чем в открытом космосе. В реальности, как вы уже поняли, речь не об образовании вакуума. Скорее напротив, боеприпасу объемного взрыва нужно, чтобы взрывчатое вещество напротив распространилось в как можно большем объеме. Собственно, ближайшая аналогия детонации термобарического боеприпаса – это утечки и последующие взрывы газа в бытовых условиях. Американские ученые сначала раскопали давно известную технологию для создания окиси этилена облаком диаметром в 15 метров, и подорвав его эффект, взрыва будет таким же, как если подорвать 250 килограммов тротила. Взрыв от окиси этилена, которая поместится в офисный кулер, будет достаточным, чтобы уничтожить вертолет, стоящий в 40 метрах от него. Ну а вьетнамские джунгли подобный боеприпас расчистит на ура. Что важно, ведь на тот момент на создание посадочной площадки вертолету «Иракес» требовались сутки работы целого инженерного взвода, которые часто физически не выживали, ибо вьетнамцы, как известно, были даже на деревьях. Впервые вакуумную бомбу испытали летом 1969-го, поместив ее на все тот же вертолет «Иракес». Результаты впечатлили. Во-первых, вертолет мог нести аж три такие бомбы – в кабине, без лишней нагрузки на грузовой отсек. Во-вторых, и одного боеприпаса было достаточно, чтобы за минуту создать отличную посадочную площадку этому же вертолету. Разумеется, почти мгновенно армия США смекнула, что и против живой силы противника термобарические боеприпасы работать будут прекрасно. Ведь у них есть конструктивная изюминка – газ, жидкость и прочие варианты горючих веществ, создающих объемный взрыв, не знают, что такое бункеры, окопы и подземные туннели. Им достаточно крошечных щелей, чтобы проникнуть внутрь и принять участие в последующей смертоносной реакции. Даже если историю вы учили исключительно по мемам, вы все равно понимаете, насколько это было важно во Вьетнаме. Сработали термобарические боеприпасы выше всех ожиданий. Помимо разрушительного, прибавился и деморализующий эффект. Ударная волна в силу отрицательного давления делает страшные вещи. Результатом дальнейших трудов стало появление BLU-82 по прозвищу «Косилка ромашек». Ее часто не причисляют к термобарическим, но принцип действия BLU-82 от них почти неотличим. Правда, в сравнении с предшественниками, бомба набрала безумный вес почти в 7 тонн. Сбрасывать ее было возможным лишь с грузовых вертолетов. Но результат армию США более чем впечатлил. Боеприпас уничтожал все в радиусе полкилометра. И был до боли похож на сверхмалый тактический, ядерный, но в отличие от него, не запрещенный конвенциями. BLU-82 дожила до современности. 11 штук сбросили во время бури в пустыне. В 2001-м с ее помощью были уничтожены силы Аль-Каиды в пещерах гор Тора-Бора. Это настолько впечатлило военных, что они одобрили создание еще большей версии боеприпаса. Так в 2002-м году и родилась мать всех бомб. На тот момент самый мощный неядерный боеприпас из существующих. Его длина 9 метров, диаметр 1 метр, а вес 9,5 тонн. Нести такое не способен ни один боевой аппарат, поэтому доставлять мать всех бомб к цели можно лишь с транспортников. Тестировали боеприпас с помощью самолета Си-130 Геркулес. Он сбрасывает бомбу над целью, и та с помощью плавников в GPS наводится на цель. Принцип действия бомбы немного ушел от BLU-82, и официально ее называют фугасной. Но в реальности это все та же канистра взрывчатого вещества, наносящая урон в первую очередь ударной волной. Большой ударной волной. Огромной. Радиус взрыва матери всех бомб, согласно испытаниям 2003 года, полтора километра во все стороны, на поверхности. И бог знает сколько под землей, ведь ударная волна, как уже упоминалось, проникает куда угодно. Забавно, что эти цифры почти такие же, как и у бомбы толстяк, сброшенной на Нагасаки. Радиус ее взрыва тоже составил около полутора километров. Правда, особо обольщаться не стоит, мощность толстяка составила 16 килотонн, в то время как у матери всех бомб 11 обычных тонн. То есть, ядерное оружие все еще как минимум в тысячу раз мощнее самой сильной из испытанных незапрещенных бомб. Тем не менее, за матерью всех бомб остается бонус в виде ее легальности. Юридически подобные монструозные боеприпасы не запрещены. В 2017 США сбросили мать всех бомб на сеть туннелей, построенных боевиками в провинции Нангхар, на востоке Афганистана. Официально заявили о невероятном успехе операции и уничтожении всех заявленных целей. Неудивительно, что и другие страны быстро решили сократить отрыв. В России в 2007 заявили о создании отца всех бомб по классической термобарической схеме. В Китае в 2018 году корпорация Норинко опубликовала ролик с детонацией своей версии. Да и сами США создали Massive Ordnance Penetrator весом в 13 тонн, которое звание самого мощного неядерного боеприпаса у матери всех бомб забрало. Правда, это вопрос обсуждаемый, и углубляться в него мы не будем. Мы лишь отметим главное – производство боеприпасов, подобных матери всех бомб, в первую очередь имиджевое. Просто потому, что эти боеприпасы столкнулись с той же проблемой, что в свое время испытали создатели «Царь-бомбы». Подобные монструозные боеприпасы банально нечем доставлять. Транспортники легко сбиваются, так что использование таких бомб возможно лишь по незащищенным целям. Именно поэтому в свое время СССР не пустил производство «Царь-бомбы» в Сирию. И именно поэтому изделия, подобные матери всех бомб, штучные и очень редкие. Но сама технология, к сожалению, как и 50 лет назад, остается полностью легальной. До новых встреч, друзья!